Сегодня последний день нашего железнодорожного путешествия по Эквадору. Мы уже собираемся домой и приехали на станцию Ягуачи, где Трен Крусеро меняет тепловоз на паровоз. Сегодня такие паровозы, видишь, разве что в музее, а вот в Эквадоре они еще есть. И ради развлечения, экзотики, последние 40 километров до Тихого океана мы едем на паровозе. Старинный, черный, антикварный, но всегда втрою. На запасном пути Чучу пристроился впереди вагонов и пошел гудеть, шуметь, выбрасывая из трубы клуба дыма, а из-под колес в полосе огня. Наш Чучу не торопится, не мчится по полю, а неторопливо пыхтит по равнине, спускаясь в Тихом океан. Идет, гудит, в клубах дыма. Все наши четыре красных вагона пристроились за ним. Мы сейчас будем уже... День, это я иду по вагону, дорогие друзья. Снимаю наш поезд. Hola amigos, это моя шляпа, очки и сумка. И они сегодня вместо меня. Вместо вашего тревелокурьера и консультанта Мигеля Сиповского. Кстати, я забыл сказать, что наш тренд Круссера признан лучшим роскошным поездом в Южной Америке в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. У нас сегодня звучит эквадорская музыка. Музыка последнего дня большого железнодорожного путешествия. Гитары, флейты. А песни индейцев просты и символичны. Они о великом духе, о солнце, о луне, о земле, о воде и всему, что рядом. Летящий кондор, вулканы и снег, ветер и дрова диких пампасов, причудливые облака, бурные реки и пачамама, Mother Earth, простые красивые песни. Заканчивается наше большое железнодорожное путешествие от экватора до Тихого океана, от Кито до Гуаякиля. Это 448 километров по железной дороге Ванда, по авеню Вулканов, вдоль реки Долин, на самом участке дороги Нос Дьявола. И еще раз, что включено в стоимость тура. Прежде всего, тренд крусера рассчитан на 54 пассажира. И в цену включен проезд на поезде, 4 дня пути, все трансферы и переезды на автобусах, 3 ночи проживания в отелях и осиендах. Кроме того, еще входит вся еда, завтрак, ланч и обед. Экскурсии по столице Эквадора, городу Кито, поездка на рынок Атавалу, межнациональные парки на вулканы, встреча с ледяным человеком, ламы и альпаки, естественно, индейская деревня и туры на плантации роз и какао. То есть практически все включено в стоимость проезда на тренд крусера. Рельсы приближаются к океану. Большое железнодорожное путешествие заканчивается. Наш паровоз после неспешного пыхтения на юг от станции Ягуачи, она находится в 5 метрах над уровнем моря, подъезжает к станции Дуран, а оттуда и до Гуаякиля недалеко. Это самый большой город Эквадора, 3 миллиона 300 тысяч. Если Кито столица, Куэнка культурная столица, то Гуаякиль – финансовая и бизнес-столица страны, которая находится в 4 метрах над уровнем моря и расположена в 250 километрах к юго-западу от Кито. А сам город стоит на реке Гуаяс, рио Гуаяс, а она течет с вулкана Чимборасо, который виден в ясную погоду из города, хотя и находится он в 140 километрах от него. Пора домой, дорогие друзья, queridos amigos. Я лечу в Майами из Гуаякиля. Это 5,5 часов, а затем до Чигагу 2 часа. Кстати, из Гуаякиля можно налететь и до Галапагосских островов. И это всего полтора часа, но это уже в следующий раз, потому что я обязательно приеду в Аквадор. И всегда буду помнить солнце гор на моем лице и ветер там у меня в волосах. Я приеду сюда еще раз, в Эквадор, страну на Эквадоре. Амигос, muchas gracias, muchas gracias, что посмотрели все серии про Эквадор. Очень интересная и красивая страна. Подписывайтесь. Если вам понравилось, ставьте лайки, задавайте любые вопросы. Я проконсультирую вас, что делать, чтобы посмотреть в Эквадоре и те в 82 странах, в 3500 островах, в сене моря, в 3500 инстинентов, но за 100 раз я побывал за время моей профессиональной работы в сфере туризма в Америке, в Эквадоре, где я работаю уже 25 лет, дорогие друзья. Любите друг друга. Любите друг друга. Путешествуйте, потому что в конце концов мы будем сожалеть только о том, что мы мало любили и мало путешествовали. Ну а в конце, в конце звуки трубы. Специальный инструмент. Подумаешь, там вода? Нет. Там камни. Компания.